Сегодня мы продолжаем изучать книгу «Деяния». Сегодня мы каждое воскресенье проповедуем из книги «Деяния». Сегодня мы начинаем пятую главу. Пока вы открываете ваши Библии, я в качестве примера приведу мою беседу с одним таким молодым парнем. Я ему свидетельствовал, рассказывал об Иисусе Христе и упомянул во время беседы такое понятие, как страх Божий. Я имел в виду о том, что мы должны иметь страх перед Богом, потому что все в нашей жизни зависит от Бога. Или же я говорил о том, что, друзья, мы просто каждый свой шаг мы совершаем перед Богом. Мы ходим перед Богом. Мы открыты перед Богом. Он знает даже наши мысли. Он знает даже, что еще мы не сделали, мы еще не запланировали. Он знает, что мы запланируем и что мы сделаем. И он мне задает вопрос. Подожди, говорит Гела, я тебя правильно понял. Страх Божий, это означает, что я должен бояться Бога и потому должен поступить соответственным образом. Ты это имеешь в виду? И он сам же добавляет. Это же нехорошо из-за страха что-то делать. Слушай, я говорю, я согласен с тобой. Это действительно не очень хорошо. Хорошо, когда ты из любви это делаешь. Когда ты любишь Бога, ты это с удовольствием делаешь. Вспоминяйте, когда вы были влюблены. Вас не нужно было заставлять что-то делать ради возлюбленной. Вы это хотели делать с удовольствием. Вы готовы были ради возлюбленной перевернуть горы. И когда вы любите Бога, вы точно так же поступаете. Но, простите, где грешному человеку найти такую любовь? Где ее взять? Я бы хотел, чтобы я любил Бога всем сердцем, всей душой. Но Писание говорит, что у грешного человека нет любви к Богу. Вы не найдете такое в вашем сердце. Писание говорит, что человек не то, что любит Бога. Человек убегает от Бога, не любит Бога. У него нет в сердце таких естеств и мир желаний любить Бога. Писание говорит, что все лишены славы Божьей. Ни один человек не воздает Богу славу. Это состояние всех людей. Человек обретает эту любовь только после того, как он познает Божью любовь к себе. Когда он переживает прощение грехов. Когда Бог снимает всю его вину, весь этот груз. Когда Бог аннулирует, после этого у человека появляется такая любовь и посвященность к Богу. Писание так и говорит. Я напомню вам один текст. Луки в 7 главе 47 стих. Там была одна женщина, которая обывала ноги и плакала перед Богом. Посмотрите, там Симон, где гостил Иисус Христос, осудил эту женщину. И посмотрите, что говорит Иисус Христос об этой женщине. Я представлю вам в новом переводе, новый русский перевод. Поэтому я говорю тебе, ей прощены все грехи, из-за этого она и возлюбила так сильно. Почему она возлюбила? Потому что ей прощены грехи. А тому, кому мало прощено, и любит мало. То есть, ваша любовь к Богу прямо пропорциональна, друзья. Сколько вам прощено. Насколько вы чувствовали свою греховность, и настолько вы вот это пережили свободу, друзья. От этого вы любите больше. Что такое вообще страх Божий? Могли бы вы дать формулировку? Я предлагаю одного автора из одной книги, Рэнди Элкард. Мы недавно проходили семинар из этой книги, если вы помните. Он говорит, страх Божий – это глубочайшее почтение его святости. в котором присутствует страх перед последствиями неповиновения Богу. Другими словами, он говорит, это благоговение перед Богом, перед его святости, но и понимание последствия. Друзья, Бог поругаем не бывает. И что посеет человек, то и пожнет. Поэтому, когда у вас не хватает этой любви, а у вас она не хватает, совершенной любви, друзья, у вас к Богу нет. Ваша любовь всегда недостаточна к Богу, даже будучи возрожденным человеком. Тогда что? Тогда включайте страх Божий, если вы хотите, чтобы вам было хорошо. А что происходит, когда не хватает страха Божьего? Друзья, мы должны помнить, что Бог – он воздаятель. Бог воздаёт вам за вашу посвящённость, награждает вас, и вы имеете радость в жизни. Но если вы противитесь Богу, вы имеете соответствующее воздаяние. А когда отсутствует страх Божий, друзья, мы сегодня посмотрим пример. Пример в жизни одной семьи, к чему привело отсутствие страха Божьего. Это известный отрывок, отрывок об Анании и Сафире. Мы обратим внимание на четыре этапа развития этой событий. Четыре этапа развития событий, которые привели к плачевным последствиям, друзья. Отсутствие страха Божьего. И последствия в четырёх этапах. Мы читаем отрывок, пятая глава с первого стиха. Некоторый же муж именем Анания с женою своей, Сафирою, продав имение, утаил из цены сведома и жены своей. А некоторую часть принёс и положил к ногам апостолов. Пётр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твоё ли было? И приобретённая продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоём? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал без дыхания. И великий страх объял всех слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынесе похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Пётр же спросил её, скажи мне, за сколько, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Неопётр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? «Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли её мёртвую и, видишь, похоронили подле мужа её. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». Друзья, вот такая непростая, страшная, но уникальная история. Уникальная история. Уникальная история, потому что это происходило, произошло в первой церкви. Хотя в истории Божьего народа мы можем вспомнить некоторые моменты, но в церкви вот это первое появление, это можно сказать, иногда называют «карательное чудо». Друзья, мы до этого видели, как Бог действует особым образом, какие чудеса Он совершал. Апостолы исцеляют, воскрещают, разные чудеса, такие добрые, а здесь мы видим «карательное чудо». Некоторые люди говорят, ну, подождите, это слишком как бы жестоко не соответствует Божьему характеру. Иисус Христос так не поступал, Иисус Христос всегда приносил добро, Иисус Христос любил, исцелял. Друзья, мы не должны забывать, Иисус Христос сегодня Бог любви и Свою любовь Он доказал на Голгофском кресте, умер за нас, но одновременно, друзья, Он святой Бог, Бог, который гневается, святой Бог, который не закрывает ни на один грех своих глаза. Сам Лука говорит об этом, друзья, в Евангелии от Луки 21 глава 23 стих, «Горе же беременным и питающимся сосами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей». Вот этот любящий Бог, который все сделал для того, чтобы люди спаслись, в свое время проявить огромный и жестокий гнев за неверие, за нечестие людей. Это Божий характер. Он есть любовь, и Он изливает гнев и наказывает грех. И чтобы Бог вас не наказал, Он наказал своего Сына, друзья. Уверуйте в Его Сына, и вы будете избавлены от того гнева, о котором мы слышали только что. И это важный момент понимать, друзья. Вы тогда понимаете Божью любовь, когда вы избавляетесь от этого наказания, от Божьего гнева, когда вы освобождаетесь, друзья, и это есть Божья любовь к вам. Но мы говорили здесь, в этом отрывке, мы видим четыре этапа развития события. Четыре этапа. Давайте посмотрим все эти четыре этапа. Самое первое, что мы видим здесь? Условно можно сказать сделка за спиной Бога. Если вы обратили внимание, я в кавычках это поставил, за спиной Бога, когда людям кажется, что что-то можно сделать, чтобы Бог не увидел. Первые дома и жены и принес некую долю положил у ног апостолов. В самом начале первом стихе Лука вводит вот этих двух персонажей, можно сказать, Анания и Сапфира. Здесь мы должны понимать, друзья, в прошлый раз мы слышали добрые примеры. Добрые примеры, как члены церкви жертвовали, продавали свое имущество, чтобы поддерживать и помогать малоимущим. И мы видели конкретный пример Варнавы. Варнава продал свое имение, какое-то поле, которое у него было. Речь не идет о том, помните, мне говорили, что он не продал все свое имущество, а то, что он мог себе позволить, продал, и все, что продал, он принял. И вот этот контраст очень важен для понимания этого отрывка. Есть хороший, добрый пример. И вот здесь мы видим некий Анания, который был, естественно, принадлежал к церкви, который являлся, скорее всего, исповедовался и был верующим человеком вместе с женой. Анания буквально означает на еврите Хананий, Господь милостив. А сапфира означает прекрасное. Друзья, не всегда ваши имена соответствуют обстоятельству, положению. Не всегда и не во всяком случае Бог проявляет милость. в жизни Анании мы видим, что Бог не проявил милость в конкретном случае. И вот и сапфира тоже не спасла ее красота. мы видим здесь очень плачевную ситуацию, друзья. Они что сделали? Они продали свое имение, речь идет, этот текст говорит, что у них было какое-то поле, в сертуагенте это приведено иногда как виноградник, и вот какой-то участок у них есть, и они решили продать. И когда они продали, после этого второй стих говорит о том, что они принесли и положили к ногам апостолов. О чем это говорит? Это говорит, во-первых, что они признавали авторитет апостолов, принесли как распорядителям, и второй момент, они положили к ногам. Речь не идет о том, что они отдали в руки, когда положили к ногам, это не отдается конкретно этим апостолам, а отдается церкви, отдается как бы Богу. Что здесь важно? Четвертая глава мечтали о том, что приносили, Варнава принес всю сумму и сказал, вот я продал и все, а вот эти люди они утаили, буквально утаили, скрыли, назвали, что продали и всю сумму мы принесли подобно как Варнава и отдаем Богу. На самом деле это было не так. Они оставили часть. Вот это слово удерживать, утаить. Это подобно, как Ахан, помните, спрятал добичу в Ерехоне Иисуса на ави на 7 главе. Помните, как израильский народ пострадал из-за Ахана, то, что он сделал. Средний залог показывает, что он для себя, вот в пользу себя утаил и оставил. Из контекста видно, что они заранее вместе договорились. Сафира об этом знает. Вот это помощница, правда? Братья, вы хотели бы иметь такую помощницу? Это пара виновны в тайном взговоре. Давайте представим, что происходит. Вот церковь посвящены и в прошлый раз мне говорили, друзья, кто добровольно из своего имущества какую-то часть продавали, приносили. Здесь был конкретный пример Варнавы. Они выделили этот добрый пример. Возможно, они обличайны были своей совестью. Вот все так делают, а мы не делаем этого. Ну, нехорошо нужно сделать. Вот они хорошо продали и вот получили видимо там большая сумма. Здесь не уточняется какая сумма. Поле это могли себе позволить богатые люди. И вы когда продаете, вы понимаете о том, что когда от этого зависит ваша жизнь, ваше пропитание, если у вас есть поле, вы обеспеченный человек. У вас возможно несколько, вот одно поле взяли, продали и вы получили вот они серебро или золото, я не знаю, там скорее всего серебро и это большая сумма. Чтобы это представить, вот представьте, что вы заработали 10 тысяч гривен. Я не знаю, во сколько вы жертвуете, если вы привыкли десятину жертвовать, вы отделяете оттуда там тысячи гривен. Кстати, это не наша тема, ветхозаветная десятина, друзья, это не десятая сейчас вы знаете, нет? Это где-то примерно 25%, чтобы вы знали, да? новозаветное учение это доброохотно давать, да? Но если вы привыкли как к десятину, в ветхом завете десятина, это три десятины вместе. Поэтому смотрите, ну, ладно, как бы там не было, и вот они, вы заработали 10 тысяч гривен, откладывайте там 2 тысячи или даже 3 тысячи, вам это легко делать. Но если вы заработали миллион, сколько вам нужно отложить? 100 тысяч? Это непросто, правда? Это большая сумма. Это целая машина. Понимаете, да? И а если вы продали участок и по примеру, как все другие делали, вам все надо отдавать, это фактически почти еще невозможно. Разве что для варнавы. Понимаете? Давай принесем часть. Хорошо. Скажем об этом? Но если скажем об этом, варнавы прозвали сын утешения, а нас прозовут сын жадности или еще как-то по-другому, давай не будем говорить. Скажем, что мы приносим всю сумму. Никто же не узнает. Чувствуйте? Здесь инициатива скорее всего, потому что возможно это не так, но скорее всего, что идет от Анании, по крайней мере, как бы там ни было, Ананию, видите, что он упоминается в первую очередь, а она как бы в придачу, в добавок. Все равно, как глава семьи несет основную ответственность. Они думают, что люди не узнают о Бог. И это, друзья, давайте здесь сделаем некоторое применение, пока мы перейдем ко второй части. подумайте для себя. А вы с удовольствием отдаете пожертвование? Легко расстаетесь? Или вам нужно приложить усилия? Писание говорит доброохотно. Дающего любит Бог. Это важный момент, друзья. если у вас это не получается, если сильно привязано у вас сердце к материальным вещам. Друзья, это мы прошлый раз говорили, это показывает, это индикатор вашего духовного состояния. Здесь нужна Божья помощь, свобода от этого. Здесь где-то нужно исповедание и помощь Духу Святому, чтобы Бог благословил и помог. Второй важный момент, второе применение здесь, друзья. Вы понимаете, что даже когда вы один дома, вы не один. Когда вы уединяетесь, вы можете уединяться от людей. В вашем тайном комнате вы все равно не остаетесь один. Вы всегда находитесь в Божьем присутствии. Вот что означает, друзья, ходить пред Богом. Ходить с Богом. И я хочу третье применение по отношению к семейным парам. Бывает ли у вас согласие в каком-то греховном? Или у вас есть добрая привычка против 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 не соглашаться. Посмотрите вот это единство к чему привело друзья. Мы во грехах не соглашаемся. Жены не поддерживайте ваших мужей, когда они хотят что-то сделать против Бога. Мужья имеете особую ответственность. Вы несете за вашу жену и за свою жизнь и за ваших детей полную ответственность. Не допускайте друзья согласия во грехе. Грех никому еще не принесло пользы. Кроме беды грех ничего больше не приносит. Хорошо? второе. Что мы видим здесь? Второе это обличение от Бога. Третье и четвертое стихи. Я называю это от Бога почему? Потому что Петр просто инструмент друзья. Петр не ясновидец. Он просто пророк. Он инструмент. Он апостол. Понимаете? Третье и четвертое. Но Петр сказал Анания. Почему это я здесь переводы друзья у меня перевод Касьяна. не синодальный перевод. Вы можете сравнить с синодальным. Мне больше нравится этот перевод более точный. Но Петр сказал Анания. Почему это наполнил сатана сердце твое? Что ты солгал Духу Святому и утаил от цены земли? Оставаясь непроданной. Не твоей ли она оставалась? и вырученной продажей не в твоей ли власти было? Как это положил ты в сердце своем такое дело? Не людям ты солгал, но Богу. Это важные стихи здесь. Третья, четвертая стихи очень важные друзья для понимания личности Духа Святого, что он является Богом. Посмотрите, Петр здесь, мы видим, человек пророческой проницательности. Заметьте, он ничего как бы не спросил, а действительно это так, Петр просто знает. Откуда это знает? Духовым Святым Бог своим апостолам открывает. Так? Смотрите, что он говорит. В чем сразу же он обличает? Почему сатана наполнил твое сердце? Другими словами, почему ты позволил сатане наполнить твое сердце? Вот это слово наполнить, это очень важное слово. Это что-то подобное происходит, как мы видим, с Иудой происходило. Что происходило с Иудой Искариотом, который предал Иисуса Христа? Мы читаем Луки 22, это тот же Лука опишет. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. В том случае он как бы входит, полностью контролирует, здесь наполняет сердце этого человека. Наполнить это то, что вас контролирует. Понимаете? Наполняет, чтобы вы исполнили его волю, то, что ему угодно. Вы открываете, вы даете доступ. Дух Святой наполнял сердце верующих, чтобы они исполняли Божью волю. Здесь сатана наполняет сердце человека, чтобы он исполнил его волю. Волю сатаны. В чем это выразилось? Они солгали, сказали неправду. Здесь мы видим не только человеческую жадность и двуличность, но мы видим это вторжение в общество Божье. Цель сатаны, друзья, не просто, чтобы они были лицемерами, не просто, чтобы они были как бы жадными, такими алчными, это атака на Церковь Божью. Понимаете это? Дьявол таким образом использует конкретного человека, чтобы разрушить дело Божье. Он разрушает конкретного человека и используя этого человека, хочет разрушить Церковь Божью. Вот почему Бог таким радикальным образом действует. Мы говорили о том, что они продавали имущество. Посмотрите, четвертый стих, очень важный стих. Петр говорит, это поле, этот виноградный, который ты продал, оно же тебе принадлежало. Можно перефразировать, тебе кто-то заставил это сделать? Разве это не твое добровольное дело было? Мало того, после того, как ты продал, и эти деньги же тебе принадлежат, в твоей власти, тебе кто-то заставил это делать? Ты добровольно это делаешь, но обманываешь. Обманываешь церковь, обманываешь сообщество. Ты обманул не людей, ты обманул Бога. в лице Духа Святого. Ты совершил преступление перед Богом. У вас может возникнуть вопрос, подождите, они же людей обманули, они же апостолам принесли, почему перед Богом? Друзья, церковь это Божия церковь. Это сообщество не людей. Это не принадлежит людям. Это церковь Божия. Церковь создал, Бог создал церковь. Дух Божий пребывает в этой церкви. И когда вы что-то делаете по отношению к церкви, это прямое отношение имеет к Богу. Вы совершаете это перед Богом. Друзья, вы или приносите пользу церкви и созидаете церковь. Или вашими действиями вы можете действовать на разрушение. Когда вы приносите пожертвования, друзья, мы уже неоднократно говорили, мы это делаем ради церкви, на нужды церкви, но вы отдаёте это Богу. Не пейте, который вам сердечно благодарит, вы отдаёте Богу. И в любое ваше действие подумайте об этом. Или приносит пользу, или приносит разрушение. Третий момент здесь. Приговор от Бога. Пятые и шестые стихи. при этих словах Анания упал и испустил дух и нашёл страх великий на всех слышавших. И молодые встав приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Что мы не видим здесь? Мы не видим, чтобы Пётр произнёс какое-то проклятие. Мы не видим о том, чтобы Пётр сказал, вот, сейчас ты умрёшь или что-нибудь. Пётр просто, он знает ситуацию. Дальше вмешивается Бог. Возможно, друзья, когда он обличил это некоторые богословия, допускаю, что, возможно, здесь нету прямого какого карательного чуда. Бог просто действует о том, что, вот, когда вас застали врасплох. Вы думали, что там сейчас вы принесёте, все вас будут хвалить, там, и так далее, да, а тут вы получаете, и у вас доходит до вас, возможно, это сердечный приступ, допущенный Богом. И этот человек пал бездыхания, испустил дух. Это медицинский термин, но часто используется, когда человек умирает. помните, я говорил там, то, что в морщине и одной бабушке. Я видел это, друзья, как это происходит. С последним вздохом и выходит душа человека. Это то, что произошло здесь. Важно понимать, что не Пётр убил, это Бог делает это. вот так Бог реагирует, когда кто-то хочет разрушить его церковь. Почему Бог таким радикальным образом кто-то может обвинить в жестокости, друзья, очень дерзко идти против церкви Божьей и против Бога и разрушать его церковь. Очень дерзко это было, друзья, мы говорили о том, что сатана использует этих людей не только их разрушить, разрушить первую церковь. Церковь, она находится в младенческом состоянии, только родилась. Как вы обращаетесь к вашим детям? Они очень уязвимы, когда вот только родились. Петя может сказать, друзья, Петя, помните, он там в одних руках у него помещается и как он усыплял тут недавно скинул. Вот этот ребенок нуждается в особом попечении, в особой защите. Нельзя допустить какие-то разрушительные вещи, которые убьют младенца. Вы защищаете особым образом. Вот так действует здесь Бог в этой церкви. Понимаете? кто-то может сказать, часто люди говорят о том, что вот Бог вчера и сегодня вовеки тот же и те чудеса, которых Он совершал во время деяния апостолов, Бог должен совершить и тот тоже. Так вот я хочу обратиться к этим людям, которые так считают. Только вы не обижайтесь. Хочу спросить, вы готовы вот такое чудо тоже? Вы соглашаетесь? Вы готовы участвовать в этом? Да, Бог совершал чудеса, друзья, через руками апостолов, но Бог и вот такое чудо тоже совершал. Понимаете? Я скажу больше. Если бы Бог совершал такие же чудо, вас давно уже не было бы. Вы отправились бы вслед за Ананией. И многие из нас отправились бы вслед за Ананией и Сафирой, друзья. Бог милостив, Бог в определенные периоды в жизни церкви или в жизни своего народа действовал особым образом. И слава Богу, что Бог сегодня таким особым образом не действует. Хотя Священное Писание предупреждает нас, предупреждает нас, что бывают разные случаи. Например, за неправильное участие в хлебопроломлении Павел говорит, оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Бог сегодня также простирает руку для наказания, друзья. Но тогда было это особым образом, сверхъестественным образом, Бог допустил подобное наказание. Здесь на 6 стих нужно обратить внимание. И молодые встав приготовили его к погребению и в Винесе похоронили. Вас ничего не удивляет здесь? Вы знаете, друзья, на востоке вечерзерзерского народа это особое подготовка, особое уважение к умерщему человеку, особая церемония, особую почесть дают, как это в принципе и у нас делается. Хотя в Израиле там в тот же день хоронили, но церемония, там родственники, видите, здесь ничего этого не присутствует. Никто не зовет родственников, никто не зовет жену, никто не зовет детей. Один богослов говорит, что это связано с тем, что наказание было с неба. Когда человек, это что-то подобное, то, что происходило с Надавом и Авиудом. Помните священники, сыновья Аарона, которые принесли чуждый огонь, Бог убил их, и Аарон не должен был плакать, не должен был церемонию, его должны были быстро похоронить. Это что-то подобное происходило с Аханом, разверзли земля моментально, то есть почесть и церемония, вот эта похоронная церемония не предназначались законом для таких людей, те, которые восстают особым образом против Бога. И эти люди сразу же моментально похоронили. Это такая мы видим, что великий страх и ужас охватил всех, кто слышал об этом инциденте. Вот цель, почему Бог этот опустил, чтобы имели здравый страх и здравое отношение ко всему, что происходит к церкви. Хорошо, нам нужно идти дальше. Четвертый момент, четвертый момент, это я называю упущенный счасть. Упущенный счасть, данный от Бога, седьмого стиха. И было часа через три вошла и жена его, не знавшая про ищече, и обратился к ней Петр, скажи мне, за столько ли вы продали землю? И она сказала, да, за столько. И Петр к ней, что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот ноги похоронивших мужа твоего в дверях, и они вынесут тебя. И упала она тот час к ногам его и испустила дух. войдя же юноши нашли ее мертвой и вынеся похоронили около мужа ее. И нашел страх великий на всю церковь и на всех слышавших об этом. Лука сообщает, что примерно через три часа она приходит в церковь веселенькая, возможно она ожидает как все будут его ну наверное уже мужа назвали Варнава номер два. Она ожидает тоже возможно по отношению к себе каких-то похвал. Но заметьте Петр здесь немножко по-другому действует. у Анании не было никакого вопроса. Мы это можем заключить, потому что он нес основную ответственность в этом деле. Здесь Петр задает вопрос. Ну Сафира, подумай на секунду. Это ведь необычный вопрос. Почему апостол решил задать этот вопрос тебе? Да, Петр он обыкновенный человек, но вместе с этим у него есть необыкновенное дарование. Он апостол. Сафира, ты знаешь, на что способен этот Божий человек. Просто так он не задает вопрос. У тебя есть возможность подумай. Подумай, что ты будешь отвечать. она отвечает, да, застолка. Она верна своему мужу. Неразумная в данном случае преданность. Неразумная верность. Когда вы ставите верность человеку больше, чем верность Богу. Девятом стихе, что мы видим здесь? Восьмом стихе Сафира подтверждает Петру. И вот девятый стих очень важный. Петр говорит, что это вы согласились искусить Духа Божьего? Это прямое нарушение Божьего повеления. Мы читаем о том, что не искушайте Господа Бога вашего. Второзаконие 6 глава 16 стих. Как вы понимаете искусить Духа Божьего? Испытать Бога? Как вы это понимаете? Очень важный момент, друзья, послушайте. Касается всех нас. Когда вы испытываете Бога, фактически вы говорите, как далеко я могу зайти? Сколько Бог будет терпеть? Вот я здесь немножко позволю себе вот такое. Потом сделаю второй шаг. О, смотрю, прилетит это сразу же или не прилетит? Или просто Бог закроет глаза? Вот вы испытываете Божьи терпение. Что вы можете позволить себе? В нашей жизни, друзья, так сразу не прилетает. В этом случае прилетело сразу Божий ответ. Это было единство. Посмотрите, вы согласились. сделка, соглашение. Вы согласились. Это было единство, которое разрушало единство церкви. И мы видим радикальную реакцию Бога. Петр констатирует, Петр знает сердце этих людей, хотя он дает возможность сапфире, но он просто констатирует, он знает, он понимает, что там происходит, что за дверями люди, он не видит это, но он понимает, точно так, как он видит их сердце, точно так, знает, что происходит за дверями. Вот они заходят и тебя вынесут. Он просто констатирует, он не произносит проклятие, это не от него зависит, он просто понимает, как здесь Бог будет действовать. Суд пришел от Бога. Суть отрывка, друзья, Дух знает все, что происходит в общине. Люди несут ответственность. И вы видите, сатана наполнил их сердца, он заставил их делать, это вылилось ложью, они превратились в лицемеров, двуличных людей. кто несет ответственность? Уже не сатана несет ответственность, люди несут ответственность. Страдаете вы, когда вы открываете ваши сердца для сатаны. Одиннадцатый стих, очень важный стих, друзья. Вот для чего это все было. Здесь первый раз упоминается церковь. Это не техническое слово, это богословском смысле, что вот эта община, это Божия община, где пребывает Дух Божий. И здесь нужно относиться со всей серьезностью. Свою церковь Бог защищает. Христос говорил, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Друзья, эта община, любая поместная церковь, это церковь Божия, где обитает Дух Божий. Поэтому что вы делаете, поэтому как вы относитесь к церкви, вы это совершаете перед Богом, поэтому нужно иметь здравый страх перед Богом. Не относитесь легкомысленно к церкви, друзья, это может иметь последствия. Пусть Бог хранит друзья, пусть Бог хранит от лицемерия, от алчности, и закрывайте свое сердце, когда сатана искушает вас. Не искушайте Бога, не допускайте испытывать его терпение в вашей жизни. Бог есть Бог любви, но и Бог долготерпения, но иногда его терпение также заканчивается. Поэтому пусть Бог благословит. Друзья, здесь мы еще обращаемся к тем людям, которые еще не знают Бога. Обратите внимание, какое разрушительную силу имеет грех. Если вы не умираете сегодня так моментально, друзья, это потому, что Бог милостив к вам. Бог милостив ко всем к нам. Почему Бог терпит нас? Потому, что Он хочет, чтобы вы покаялись. Бог не хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы вы уверовали в Иисуса Христа и были спасены. Друзья, иначе грех разрушит вашу жизнь. Рано или поздно. Грех разрушит вашу жизнь. Или грех должен быть наказан в Иисусе Христе, или Бог будет наказывать вас за ваши грехи. Когда вы отдаете свои грехи Иисусу Христу, Бог прощает. Потому, что Бог понес Иисус Христос понес наказание за ваши грехи. Приходите к Нему верою в покаяние и Бог спасет вас от грехов ваших. Пусть Бог поможет. Дорогие, будем иметь здравый страх перед Богом, перед последствиями. Не будем относиться легкомислено ко греху. И да поможет нам Бог помочь.